Друзья, всем привет! Я продолжаю рубрику А второе место для новичков и сегодня мы разберем окно Compositions. В прошлом уроке мы разбирали таймлайн. Как вы знаете, на таймлайне находятся все наши слои, но конечный результат вы можете найти на окне Compositions и сегодня мы как раз будем разбирать эту панель. Давайте начнем. Окно Compositions, как и любую другую панель, вы можете взять и перемещать как угодно и закрепить где вам удобно. Также, помимо этого, вы можете переключаться между другими композициями и, помимо этого, вы можете закрепить панель, закрыть ее, отделить и дополнительные функции, которые есть у нас здесь снизу. Давайте начнем. Первая опция — приближение и отдаление. Допустим, мы можем отдалиться, если у вас много элементов на окне Compositions или наоборот, мы можем приблизиться, если у вас много мелких деталей. Но я обычно использую фит, подогнать размер Compositions под нашу композицию. Ну или мы можем отдаляться, помимо этих кнопок мы можем использовать колесико, чтобы отдаляться и приближаться. Итак, у нас есть возможность выбрать дополнительную сетку Title Action Save. С ее помощью вы можете выстраивать вашу композицию. Также у нас есть возможность создать пропорциональную сетку, далее добавить обычную сетку, линейки. Итак, следующая опция — это перемещение по таймлайну. Вы можете указывать секунды, минуты, часы. Для того, чтобы перемещаться по таймлайну. К примеру, я поставлю 47 секунд, и я перемещаюсь на 47 секунду. Также у нас есть возможность включить и выключить маски. К примеру, я нарисую такую маску. У меня выделяется изображение, созданное с помощью маски. Вы можете заметить какие-то желтые контуры. Если нажму на эту кнопку, то у меня выключаются контуры, и вы можете видеть полную маску, без контуров. Также, если я, допустим, создам шейп какой-нибудь, сделаю его потолще, то вы можете заметить такие синие контуры. Если, допустим, я отключу снова маску, то у меня будет просто шейп. Далее. У нас есть возможность создать снэпшот. Прошу обратить внимание, это не скриншот. У вас не создается отдельная картинка. У вас просто создается промежуточный кадр, с помощью которого вы сможете ориентироваться. К примеру, если вы добавите какие-то изменения в вашу композицию, допустим, поменяете место расположения элементов или цвета. Допустим, я вот нажму на снэпшот и поменяю расположение и также цвет. И нажму вот сюда. То вы можете заметить то, что было до этого снято и текущий результат. Также, помимо этого, у нас есть возможность переключаться по каналу, если вам это нужно. И далее у нас есть возможность менять разрешение. Допустим, если у вас слабый компьютер, ему тяжело дается проект, то вы можете снизить разрешение, к примеру, поставить на half половина, третья или quarter, четвертая. Или же выставить авто. Далее, у нас есть возможность кропнуть нашу область. К примеру, если я выделю нашу область таким вот образом, то он мне подрежет на мою композицию. Composition, crop to origin, interest. И так далее. У меня есть возможность выбрать сетку прозрачности. В случае, если у вас нет заднего фона, здесь сейчас стоит черный фон, вы можете нажать на эту кнопку, у меня сзади нет фона. Если у вас будет стать какой-нибудь фон, solid, то у вас будет черный фон, как бы вы ни нажимали. Если вы хотите узнать, есть ли у вас альфа-канал, то вы нажимаете на эту кнопку. Итак, следующая опция это переключение между видами. Допустим, если вы используете трехмерные слои, то вам для удобства лучше всего использовать отдельные виды. К примеру, сейчас у меня стоит актив камера, как выглядит все это дело в финале. Я могу изменить его на фронт, как это будет выглядеть спереди, вот у меня стоит камера. Либо же наоборот, сверху вид. К примеру, у меня этот текст находится спереди перед камерой, а другой сзади. Для более удобного использования рекомендую использовать Custom View. При помощи камеры, кнопка камеры, вы можете перемещаться. Прошу обратить внимание, то что это лишь кастомный режим, ваша камера никак не тронется. Если вы делаете все то же самое в Active Camera, то у вас меняется и положение камеры. Также у вас есть возможность выбрать виды. Предположим, два вида. Это текущий активный вид Active Camera, как это все дела выглядит в финале. И кастомный вид. Вы можете настроить, какой вам удобен. К примеру, я поставлю топ. Вы можете управлять сразу несколькими слоями для удобства сверху. Также вы можете использовать, допустим, четыре вида с пресетами. И у каждого из видов менять, допустим, расположение. Как вам удобно. Итак, следующая опция это Toggle Pixel. Допустим, вы используете какое-то другое соотношение сторон. Я обычно использую Square Pixel, и у меня все края пропорциональны. Если, допустим, я использую любое другое разрешение, допустим, Anamorph, то у меня искажаются изображения, допустим, по вертикали. Чтобы все дело исправить, чтобы не мешало работать, нажимайте на эту кнопку и у вас все становится пропорционально. И в то же время изменяется соотношение сторон. Но все пропорционально. Итак, следующая кнопка это приключение между композициями. FlowChat. Допустим, если у вас много композиций, то вы можете переключаться между ними в более удобном виде. Создается такая вот ветка, где показана взаимосвязь между композициями. Итак, следующая опция это FastDraft. Допустим, если все эти режимы не помогают вам и у вас все подтормаживает, вы можете включить этот режим FastDraft. И таким образом некоторые эффекты типа блюра и всего остального отключаются, и за счет этого окно превью работает более быстрее. Также у нас есть возможность выбрать Wireframe. Допустим, если стены очень тяжелые, но вам нужно все делать передвинуть, то при помощи Wireframe вы можете передвигать ваши объекты в сцене и дальше уже переходить в финальное качество либо адаптивное. Итак, последняя опция у нас есть возможность изменить экспозицию общей сцене. Допустим, если у вас недостаточная экспозиция в проекте, вы можете изменить ее либо обнулить, либо наоборот уменьшить, если слишком яркая картинка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите меня, пишите комментарии и также интересуетесь новыми знаниями. Я очень рад, что вы выбрали меня в качестве преподавателя. Поэтому всем спасибо еще раз. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я всегда рад ответить. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok